Заняло второе место на Кубке мира. Давайте поздравим вас. Обладательницу серебряной медали на мировом гран-при подзюдо в Алматы Александру Подрядову чествуют наставники. Поздравить призёра престижных соревнований пришли и представители областной школы высшего спортивного мастерства по единоборствам. От имени директора нашей спортивной школы Николая Михайловича Ставицкого я поздравляю Александру и её тренера Яна Валерьевича с престижной наградой. Желаем им больших побед на чемпионате Азии и на других крупных соревнованиях. Также мы надеемся, что Саша поедет на Олимпиаду и завоюет долгожданную медаль. Второй результат на гран-при подзюдо принёс Александре рейтинговые очки. После соревнований в Алматы Подрядова поднялась с 55-го места на 32-е среди лучших дзюдоисток мира. Надеялась на золото. Не в том дело, что соперники. Там соперники все были достойны, все были сильны. Просто как бы потенциал своих сил я вижу, что золото должно было быть. Так как это очки идут на Олимпиаду. За первое место 300 очей. На данный момент я перед чемпионатом мира, ну я как бы год пропустила в 48 килограмм. И меня аннулировали полностью с таблицы мировой. Да, я в 52, то что фамилия моя в 52 была в рейтинге. Сейчас я перешла в 48 и начала всё с нуля. Поддерживал свою подопечную на мировом гран-при Ян Клобутский. Наставник переживал за травму руки, которую Александра получила на Кубке мира в Чехии. Шесть месяцев мы восстанавливали локтевой сустав, восстановили. И вот нам было сложно, очень трудно и сложно. Перебороли себя и вошли в финал. Какой она справилась? Справилась задача. Задача была попасть. Несмотря на травмы, на боли суставов. Ну, вышли. После соревнований в Алматы Александра Подрядова отдыхать не намерена. Уже сегодня она выезжает в Узбекистан, где стартует очередное мировое гран-при в Ташкенте по дзюдо. Продолжение следует...